Я расскажу, как я сделала ремонт самостоятельно, с нуля, без дизайнера. Ее мы декорировали и выделили с помощью, на которую можно вешать детские вещи и, собственно, убирать их наверх. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Привет, InMyRoom! Рада вас видеть. Добро пожаловать в гости! Меня зовут Наумчик Ирина. Я работаю продакт-менеджером фарматотической компании. И в этом выпуске я расскажу, как я сделала ремонт самостоятельно, с нуля, без дизайнера. А также, помимо основных зон, смогла разместить полноценную музыкальную мини-сцену с барабанной установкой. Мы находимся в северо-западном административном округе. Это жилой комплекс «Октябрьское поле». Площадь квартиры 54,5 квадратных метра. Изначально, когда квартира приобреталась мной, она приобреталась полностью под мои собственные нужды. И при проектировании всего пространства я опиралась только на свои интересы. Однако, с момента того, как мы начали делать ремонт, получилось, что за это время у меня появился муж и родился маленький ребенок. И сейчас в этой квартире мы живем втроем. Мы находимся в новостройке. И, соответственно, когда я получала ключи от этой квартиры, здесь квартира была полностью в бетоне, без перегородок. Перегородки были обозначены только на плане. И, соответственно, планом было предусмотрено наличие двух отдельных комнат, изолированной кухни, прихожая, санузел и холодный балкон. В результате перепланировки я сделала большую кухню-гостиную с выделенной музыкальной зоной. Остался санузел, прихожая, спальня, в которой интегрирована гардеробная комната. И также холодный балкон я утеплила и организовала там рабочее место. Основными задачами проектирования, данного пространства, передо мной стояло выделение большой кухни-гостиной с выделенной музыкальной зоной, куда можно приглашать друзей-музыкантов и совместно проводить время. Также передо мной стояли задачи разместить как можно больше мест хранения, а также организовать полноценное рабочее место, так как все мы, многие, работаем из дома, и такое место мне просто было необходимо. Данная квартира выполнена в современном стиле. Основной задачей стояло сохранить довольно спокойные мягкие оттенки с минимальными яркими акцентами для того, чтобы можно было, приходя дома вечером, отдохнуть в этом пространстве. Ну что, давайте я вам покажу, что у меня получилось. На Marketplace и на MyRoom представлены тысячи товаров от разных производителей. Вы можете общаться с одним менеджером, собрать один заказ и сделать одну доставку. Кстати, общаться вы можете даже через WhatsApp. Давайте начнем наш рум-тур с кухней. В данном помещении я использовала следующие материалы. Это керамогранит на полу и керамогранит на фартуке данного помещения. Оба эти керамогранита имеют схожую фактуру. Такую же фактуру я постаралась использовать на столешнице моей кухни. Сама столешница выполнена из ЛДСП. Могу сказать, что это, в принципе, достаточно бюджетный вариант, но достаточно практичный в использовании. Опять же, имея такую фактуру под мрамор, на ней практически не видно никакой грязи, капель, крошек. То есть, все это вуалируется и, соответственно, не броска для глаза. Сама кухня выполнена в Г-образной форме. Фасады кухни выполнены из МДФ в эмали. Верхние фасады кухни выполнены из ЛДСП эгер под дерево. Соответственно, что касается фасадов основных, могу сказать, что иногда на них видны следы пальцев, но, собственно, если вовремя протереть их тряпочкой, то такие следы практически незаметны. Как вы можете заметить, на этой кухне вся бытовая техника встроенная. Это было основным условием при проектировании данной кухни. Собственно, по наполнению из техники у нас здесь присутствует встроенная СВЧ и встроенная духовка, раковина, встроенная варочная панель, а с другой стороны у нас есть встроенный холодильник. Ну что, давайте я теперь познакомлю вас с наполнением своей кухни. Соответственно, с правой стороны у нас присутствует колонна со встроенной бытовой техникой, сверху у нас присутствует ящик для хранения противней. Соответственно, снизу сделан удобный выготовлен ящик, где мы храним овощи. Далее по встроенной технике у нас присутствует посудомоечная машина на 45 сантиметров. Под мойкой у нас располагается два ведра на выходном механизме. Под раковиной предусмотрен измельчитель и также фильтр для воды. В самом смесителе предусмотрено два крана. Один для питьевой фильтрованной воды и кран для обычной проточной воды. Кран имеет гибкий шланг и им очень удобно пользоваться, когда моешь какие-то крупногабаритные предметы. Далее по наполнению у нас два выкатных ящика. Верхний ящик предусмотрен для хранения какой-то бытовой бытовых предметов и сверху у нас присутствует скрытый ящик для столовых приборов. В нижнем ящике у нас организовано хранение кастрюль, сковородок и других предметов. Под варочной панели у нас также располагается два выкатных ящика. В одном выкатном ящике мы храним специи, чаи и разные вкусняшки для чая. В нижнем выкатном ящике мы храним контейнеры для хранения впоследствии еды. Далее у нас располагается большой пенал. Расскажу небольшую историю его появления. Я на просторах пинтереста нашла как раз фотографии, где есть такой пенал с классными выкатными ящиками. Я очень хотела эти ящики интегрировать. Такие ящики, к сожалению, производились только одним поставщиком, и на тот момент были большие сложности с этими ящиками, поэтому я приняла решение, что я пока временно оставлю этот ящик пустым и впоследствии докуплю эти ящики, когда они появятся на рынке. И так получилось, что этот ящик у нас остался просто большой зоной хранения разных предметов. И заканчивается кухня встроенным холодильником. Встроенный холодильник он стандартной высоты. Сверху предусмотрена полка для хранения. Как вы можете заметить, по конфигурации кухня у нас в потолок. Это также было одним из условий проектирования данной кухни. Третьим рядом сверху мы имеем антресольное хранение. Ну что, давайте теперь посмотрим верхний ярус наших шкафов. Как я уже сказала, они сделаны под дерево. Здесь у нас располагается хранение чашек. В следующих двух шкафах у нас хранение круп и специй. Этот угловой ящик, я его называю ящиком мужа, так как он покупает себе разные вкусняшки. И это, собственно, его территория, где он хранит свои разные острые соусы, снеки. А также он любит делать настойки. Собственно, сейчас вот как раз они на верхней полке там выжидают свое время. Над раковиной у нас располагается сушилка для посуды. И заканчивается верхний ярус также пространством для хранения стеклянных бокалов. Давайте перейдем теперь к обеденной зоне. В центре данного помещения у нас располагается большой стол. Он предназначен для расположения 5-6 человек, но также у него есть удобная конфигурация раскладывания. И можно поместить за этим столом еще как минимум 2-х человек. У обеденной зоны мы имеем 5 стульев, которые сделаны из дерева с акцентными синими сиденьями. Они имеют немножко разную конфигурацию. Перед стулом они имеют одну форму. И стул посередине имеет немножко другую конфигурацию, являются центром данной композиции. Кстати, похожий стол и стулья вы можете найти на Marketplace in my room. В данной зоне мы имеем три сценария освещения. Это основное освещение, которое выполнено с помощью накладных светильников. Есть подсветка рабочей зоны, которая интегрирована в нижнюю часть верхних шкафов. Над обеденным столом у нас есть освещение в виде двух светильников. Давайте теперь я познакомлю вас с зоной гостиной. Как вы можете заметить, зона гостиной и зона кухни это одно большое пространство. Однако для того, чтобы разграничить данные помещения, нужно было использовать какой-то прием. В этом случае я использовала вот такую конструкцию, которую изготавливали по моим эскизам на заказ. Она сделана из ЛДСП, а также под дерево выполнено, как и основная часть конструкции в этом помещении. Ее очень удобно использовать для охранения различного декора, книг и пультов, например, от телевизора. На полу в гостиной у нас поселен ламинат. Стены выкрашены краской. Краска моющаяся. Ее удобно мыть, если с ней что-то случается. В центре данного помещения располагается большой акцентный синий диван. Синий это в принципе цвет, который проходит мотивом через весь интерьер данной квартиры. Напротив дивана на стене у нас располагается достаточно большая ТВ-зона, которая изготавливалась также под заказ по моим эскизам. Зона содержит в себе телевизор на стене и конструкцию из выдвижных ящиков и полок. В ящиках мы храним разные мелочи, игрушки, плеты, подушки. Сейчас у нас появился маленький ребенок и один из ящиков мы выделили как раз под детские нужды. Далее эта зона плавно перетекает сначала в конструкцию из полок, на которой мы храним различный декор и мини-музыкальные инструменты, которые мы привозили из разных стран. Далее эта зона полноценно переходит в некий такой рабочий стол. Этот стол предусматривался изначально для расположения на нем синтезатора. На текущий момент пока у нас его нет, но мы планируем его приобрести. Зона, которую мы называем мини-сцена, сразу не видна, когда заходишь в квартиру и раскрывается только тогда, когда вы попадаете в само помещение гостиной. Ее мы декорировали и выделили с помощью, во-первых, стеновых панелей. Очень интересный момент был, что эти стеновые панели мы собирали на полу, потому что у каждого квадратика, который мы видим на стене, достаточно разное направление фактуры дерева, где-то по горизонтали, где-то по вертикали, где-то под углом. И, соответственно, эту картинку мы собирали на полу и потом перемещали на стену. В поддержку стеновым панелям в виде дерева мы сделали речные перегородки также с фактурой дерева и сделали окантовку данной сцены деревом. На самой сцене располагается электронная ударная установка. Для того, чтобы ее подключить и удобно пользоваться, мы предусмотрели розетку в полу, в которой можно подключить до четырех устройств. Сама зона барабанов подсвечивается сзади двумя квадратами с подсветкой и сверху есть накладные светильники, которые нам напоминают о свете сценической. Что касается шумоизоляции, мы здесь предусмотрели полноценную шумоизоляцию пола данной конструкции. Почему именно пола? Потому что сама установка электронная и, по факту, когда ты занимаешься на ударной установке, то сам звук тебе слышен только в наушниках. Соседям идет небольшая вибрация по полу. Если же мы говорим про игру на ударных инструментах для публики какой-то, для гостей, которые приходят к вам в гости, то это обычный звук, как при просмотре любого фильма или прослушивании музыки, то есть это просто звук из колонок. В кухне-гостиной у нас предусмотрены два окна. Во всю стену у нас расположены шторы, которые шились на заказ специально в тон основных цветов данного интерьера. У окна есть зона с подсветкой. Как вы можете заметить, здесь потолок немного опущен, то есть он был сделан изначально из гипсокартона. В центре гостиной у нас предусмотрено основное освещение в виде магнитных треков, которые встроены в этот гипсокартоновый потолок. Кстати, у InMyRoom есть свой телеграм-канал, где каждый день выкладывают красивые интерьеры, скидки и акции от партнеров, анонс новых видео. Кстати, ссылка будет в описании, подписывайтесь. Сейчас мы находимся в спальне. Данное помещение осталось на своем месте, как предусмотрено проектом, с выделенной небольшой зоной гардеробная, о которой я расскажу чуть позже. Из материалов на полу у нас ламинат, на стенах декоративная штукатурка. Главную стену у изголовья кровати мы выделили с помощью панелей. Надо сказать, что эти панели достаточно много весят и для того, чтобы каждую часть клеить к стене, нам потребовалось минимум по три рабочих для того, чтобы эти стены плотно присоединить к стене и, соответственно, выждать вот этот момент. Также вы можете заметить зона гардеробной у нас разделена черными лофтовыми перегородками со стеклом. Само стекло снаружи кажется черным, но когда мы зайдем внутрь, оно просвечивает солнечный свет и изнутри мы прекрасно все видим, что находится в самой спальне. Хотела акцентировать внимание на том, что при установке таких лофтовых перегородок очень важно заранее еще на этапе проектирования потолка предусмотреть закладную для таких дверей, так как у них нет никакого крепления на полу и эта дверь полноценно крепится к потолку. Функционально эта комната предполагалась исключительно только для отдыха и сна и, соответственно, никакой дополнительной функциональной нагрузки изначально я не предусматривала. Кстати, такие тумбочки вы можете купить на маркетплейсе InMyRoom. Похожая кровать также есть на маркетплейсе InMyRoom. Как я уже говорила ранее, когда я проектировала данное пространство, я его проектировала полностью под себя и на тот момент у меня не было мужа и ребенка. Сейчас, как вы можете заметить, у нас здесь в спальне присутствует кроватка. Да, со стороны, наверное, кажется, что это достаточно тесно, потому что под кроватку выделено минимум пространства, она стоит вплотную к стене, но, к сожалению, это такое временное решение, пока маленький ребенок и нам приходится с этим мириться. Впоследствии мы планируем пополнение, не сразу, да, через какое-то время у нас есть в планах такая задача и планируем к тому, что мы купим квартиру побольше и, соответственно, переедем. При входе у нас предусмотрена дверь скрытого монтажа. Она покрыта той же самой декоративной штукатуркой, как и все основные стены. Гардеробная у нас, соответственно, отделена такими лофтовыми перегородками. Одна часть у нее статичная, другая раздвижная. Как я уже сказала, все крепление крепится именно к потолку. На полу у нас нет никаких порожков и ламинат проходит из спальни в гардеробную. Внутри у нас предусмотрен отдельный выключатель для света. Само хранение расположено таким г-образным способом. На одной стене у нас располагаются вещи мужа, на другой части располагаются мои личные вещи. Надо сказать, что гардеробная, как вы видите, не очень большая. Не все, к сожалению, вещи сюда помещаются. Когда я жила одна, мне этой гардеробной было вполне достаточно. Вдвоем, конечно, немножко тесновато. Но я нашла выход из этой ситуации. И когда мы перейдем с вами в прихожую, я вам покажу зону хранения, где я смогла предусмотреть место для дополнительных своих вещей и вещей нашей дочери. Также хотела отметить момент, что в данной гардеробной у нас отсутствует вытяжка. Мы, к сожалению, упустили этот момент на этапе проектирования. Но хотела акцентировать внимание, что это достаточно важный момент. Не забывайте об этом при проектировании ваших пространств. В спальне у нас предусмотрено три сценария освещения. Первый сценарий – это основное освещение, которое располагается у нас в потолке. Это магнитные трековые светильники. По обеим сторонам кровати у нас предусмотрено дополнительное освещение. Это подвесные люстры, которыми мы пользуемся вечером для более атмосферного света. А также предусмотрены специальные настенные бра, которыми очень удобно пользоваться для вечернего чтения. Предусмотрена удобная функция – это проходные выключатели. То есть, заходя в это помещение, вы можете включить свет. И перед тем, как вы ложитесь спать, вы его можете выключить у изголовья кровати. Из спальни мы попадаем в утепленную лоджию. Она у нас используется как рабочая зона. Это мой личный кабинет, где я тут работаю. Надо сказать, что здесь с данным помещением производились некоторые манипуляции. Во-первых, мы меняли оконную раму и мы увеличивали дверной проем. Почему? Потому что изначально застройщикам был предусмотрен подоконный блок и окно само по себе было чуть уже. Из-за этого очень мало света попадало в саму комнату. Было достаточно темно. Мы провели достаточно много консультаций, чтобы понять, можно ли нам снести этот подоконный блок и законно ли это будет. И получили положительное решение, собственно, после чего мы благополучно расширили этот проем и установили новую балконную дверь. Изначально лоджия предполагалась холодной. Здесь нет никаких радиаторов, но мы приняли решение ее утеплить. Утеплили достаточно серьезно для того, чтобы в этом помещении было не так холодно зимой, так как, я уже сказала, здесь отсутствуют радиаторы. Мы в принципе, если за окном нет сильных морозов, то это достаточно комфортно. Сами стены у нас здесь окрашены в основной цвет, который у нас присутствует во всей квартире. На окне мы предусмотрели рулонную штору, которую удобно поднимать и опускать. И мне, например, очень нравится по утрам с чашкой кофе сидеть за рабочим столом и поднимать штору, выглядывать в окно. Здесь достаточно много мест хранения, как в ящиках внизу, так и, соответственно, в антресоле сверху. Надо сказать, что с антресолью у нас получилось не с первого раза с мебельщиками, потому что у нас на потолке предусмотрены накладные светильники, и мы не предусмотрели их высоту при открывании дверей. Поэтому будьте внимательны, когда проектируете мебель под потолок. Важно учесть все узлы технические для того, чтобы у вас функционально работали все шкафы. Соответственно, в зоне хранения у нас здесь располагаются наши книги. На полке декоративные статуэтки, цветок, а также очень удобный светильник. Я очень долго искала и такой, наконец, нашла. Его удобно выносить в рабочую зону туда, где необходим источник света. И если он не нужен, он удобно прячется в нишу, предусмотренную для него. Если вы ищете вдохновение или новых идей для вашего ремонта, подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom. Там вы наверняка найдете что-то полезное для себя. Из спальни мы попадаем в достаточно длинный коридор. Какие материалы я здесь использовала? На полу керамогранит, который проходит через всю зону прихожей и плавно переходит на кухню. На стенах у нас краска, моющаяся. За моей спиной располагается акцентная стеновая панель. Надо сказать, что эта панель, она привлекает внимание многих гостей, которые приходят ко мне. Однако с ней были тоже сложности, так как вся эта панель это одна единая большая плашка. И она производится так на мануфактуре, а потом привозится и монтируется уже на стену. Так как эта панель достаточно габаритная у нас от пола до потолка, то она не вмещается в стандартные грузовые лифты, поэтому ее пришлось поднимать вручную строителям на 11 этаж по лестнице. В первом отсеке у нас, собственно, располагается рейл для длинных вещей, которые не поместились в гардеробной. Внизу есть удобная выкатная корзина, где можно сложить всякие мелочи. И в углу у нас предусмотрен небольшой хозблок. В следующем отсеке у нас стандартное хранение в виде полок. И здесь есть небольшой нюанс. Как вы поняли, мы с мужем семья музыкантов отчасти. И здесь как раз прячется другой музыкальный инструмент – виолончель. Следующие два отсека полностью предполагались под мое увлечение. Изначально, собственно, эти два отсека предусматривались только под это мое увлечение. В одном отсеке хранились доски, а в другом хранились гидрокостюмы на рейле. Но с появлением дочки нам пришлось уделять место для ее вещей. И, соответственно, доски плавно перекочевали гидрокостюмом. А этот шкаф нам пришлось дополнить полками и штангой. Здесь есть вот такая удобная откидная система, на которую можно вешать детские вещи и, собственно, убирать их наверх. Также здесь предусмотрена в нижней части выдвижная секция для обуви. И здесь стоит корзина для белья. Крайние две секции у нас целиком относятся к прихожей, так как здесь, собственно, у нас хранение верхней одежды, которую мы вешаем сюда после того, как заходим в квартиру. И, соответственно, здесь у нас предусмотрены полки для обуви. В коридоре также предусмотрена консоль для косметики. Сделана она из МДФ под дерево. И фасады сделаны МДФ в эмали с золотистыми ручками. Здесь предусмотрен, во-первых, выключатель подсветки у зеркала. Похожее зеркало вы можете найти на Marketplace in my room. А также предусмотрена розетка для того, чтобы можно было посушить или уложить волосы. Сейчас мы находимся в зоне прихожей. Здесь у нас, во-первых, есть очень интересная дверь. Эту дверь мы специально искали, подбирали для того, чтобы она подходила во всю концепцию интерьера квартиры. Остальные стены у нас покрашены краской. Справа от входа есть небольшая настенная консоль, на которую можно положить ключи, убрать какие-то вещи в ящик ненужные. И есть декоративная подсветка в виде такого бра на стене. По левую руку от входа у нас есть большое зеркало в рост. Это очень удобно, когда можно перед выходом посмотреться на себя в полный рост. В данном помещении у нас сделано достаточно интересное решение с освещением. У нас на потолке располагаются три группы накладных светильников, которые могут включаться одновременно, либо подчередно, либо какая-то группа одна. Также предусмотрены по всему коридору датчики движения. И, проходя из одного конца коридора в другой, свет включается от датчика движения. Через какое-то время, если в коридоре никого не находится, он самостоятельно отключается. Также у выхода предусмотрен выключатель, который, мастер-выключатель, который выключает полностью все освещение, которое находится в коридоре. Над входной дверью у нас располагается блок кондиционера. Мы долго думали, сколько же кондиционеров нам нужно поставить на данную площадь. И решили, что одного блока нам достаточно, так как он располагается довольно функционально над дверью. И когда его включаешь, холодный воздух, в принципе, равномерно распределяется по всей зоне квартиры. Вход в санузел у нас сделан также при помощи скрытой двери. На стене у нас покрытие – это декоративная штукатурка под бетон. Надо сказать, что эта штукатурка предусмотрена как из внешней стороны двери, так и с внутренней. Сейчас мы находимся в санузле. Что касается материалов, на стенах у нас расположен керамогранит трех разных оттенков. Это два серых оттенка, более светлый, более темный, под бетон. И один оттенок под дерево. На полу у нас два вида плитки. Шестиугольником с некоторым узором. И в душевой зоне у нас располагается мозаика на полу. Также хотела обратить внимание, что данное помещение достаточно непростой конфигурации. У нас есть одна скошенная стена. И она нам достаточно усложнила проектирование этого помещения. Среди задач у меня располагались такие пункты, как расположение ванной либо душевой. Расположение полноценного постирочного блока с сушилкой и стиральной машиной. Расположение раковины, инсталляции, расположение полотенцесушителя. Из-за нестандартного расположения одной из стен достаточно сложно было разместить в этом помещении и ванную, и душевую. И так как на тот момент я проектировала эту квартиру только под себя, я остановила свой выбор на душевой кабине. Именно данное место было наиболее удобно для размещения душевой, так как она нестандартной формы. И мы могли как раз поиграться с конфигурацией самого душевой кабины. Сама душевая кабина у нас также нестандартной формы. Она у нас, можно сказать, пятиугольная. Мы специально простраивали вот этот простенок, который идет перпендикулярно нашей скошенной стене. И за которым как раз организовалось пространство, где мы можем хранить корзину для белья. И висит полотенцесушитель. Полотенцесушитель, он у нас водный. По использованию, хочу сказать, что на мой взгляд, все-таки электрический полотенцесушитель намного удобнее и комфортнее. А еще лучше предусмотреть вместо полотенцесушителя теплую стену. Но на момент проектирования я еще не знала о таких фишках. И, соответственно, установила водный полотенцесушитель. Вообще, от него достаточно очень жарко в помещении бывает. И возможности отключить его нет. Здесь находятся гребенки воды, счетчики воды, аквастоп и водонакриватель. Также хочу сказать, что несмотря на то, что у нас отсутствует ванная, мы нашли способ, как нам без проблем купать малыша. Мы купили специальную раскладывающую ванночку, которую можно удобно, компактно сложить, убрать в шкаф. А при необходимости искупать ребенка, мы ее раскладываем в душевой и купаем малыша. С левой стороны у нас находится зона раковины, столешница и выдвижной ящик. Они сделаны из ЛДСП. Многие, наверное, скажут, что это не влагостойкий материал для мокрых помещений. Но мы здесь живем уже больше года и на самом деле никакой проблемы мы с данным материалом не нашли. Раковина у нас накладная, черного цвета. Да, хочу сказать, что на черном цвете достаточно видны все помарки, разводы от воды. Поэтому достаточно важно ухаживать за такими поверхностями. Но что касается моего выбора, я хотела подчеркнуть всю концепцию квартиры черными деталями. И я пошла, соответственно, на данный риск. За данным фасадом я разместила стиральную и сушильную машину в колонну. И сверху у нас осталась полка для размещения бытовой химии. В санузле у нас предусмотрено два сценария освещения. Это точечные светильники на потолке и подсветка зеркала. У InMyRoom появился свой подкаст, на котором обсуждается тема ремонта и не только. Слушайте на всех платформах. Вот и закончился наш рум-тур. Я надеюсь, что он для вас стал интересным и полезным. А если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментарии, и я с радостью постараюсь на них ответить.